Сегодня вот такая вот у нас посылочка, она лежит рядом с градусником, который мы обозревали в предыдущем обзоре, только потому что это пирометр. Заказывал его мой друг, выбирали на Алиэкспресс. Вот такой вот. Заказывал именно эту модель, потому что у меня уже есть такой пирометр, и я им пользуюсь уже несколько лет, и он отлично справляется со своими задачами именно этой фирмы Benetech GM550. Температура у него от минус 50 до 550 градусов Цельсия. У меня точно такой же, до 320, по-моему, градусов по Цельсию. Моему же другу нужно немного помощнее, поэтому мы взяли до 550. Каких температур, чтобы проверить температуру до 550 или что, у меня, к сожалению, нет. Мы проверим на теле, на столе, на горячей воде. Давайте посмотрим на него. Вещь прикольная. Я даже, когда температура у ребенка, чтобы быстро померить, когда он был маленький, и когда мы часто мерили ребенку, я просто наводил ему на лоб и замерял так температуру, чтобы приблизительно понимать, движется температура в большую сторону или в меньшую. Ну, действительно, как бы, вещь подходит под мышку. Если направить под мышку, он под мышкой у меня, ну, по крайней мере, мой, совпадают показания, там, плюс-минус 0,2 градуса с показаниями градусного обычного термометра. Вот. Так вот это все выглядит. Передняя крышечка, она таким, как такой пластик софт, ну, как прорезиненный. Но на самом деле это пластик, вот, резины никакой нет, ну, он так немного шершавый. Вот эта вот крышечка тоже. И основной пластик тоже такой прошершавленный. Но у меня, допустим, в моем, ну, как бы мой экземпляр, он 5-летней давности, может, даже больше, чем 5 лет я его покупал. И здесь защелкивается. Вот. Единственный минус, что питается он от кроны. И как же нам теперь проверить его? В упаковке с пираметром идет вот такая картоночка двухсторонная с основной информацией. И инструкция. Инструкцию я распаковывал и немножечко порвал. Вот. Ну, я думаю, это ничего страшного. Инструкция на английском языке. Все здесь детально расписано. Английский, по-моему, адекватный. В общем, не нашел я здесь кроны, поэтому перемещусь уже домой. И дома мы позамеряем, посравниваем температуру. Раз уже мы пришли домой, вот мой старый. На 320 получается. На 550 он немного больше. То есть для сравнения GM320, GM350. Мой до 350 Цельсия. Здесь у меня батарейки идут обычные. Причем я забыл батарейки. И одна потекла и поржавела пружинка. Но, тем не менее, вставляю батарейки и все работает отлично. Сейчас нашел крону. Сейчас мы все потестируем. Вставил батарейку GP. Это крона у нас. И сразу он заработал. Громко звенит. В отличие... Этот намного тише работает. Хотя здесь сейчас старенькие уже батарейки. Разряжаемые. Здесь и подсветка ярче намного. Агентивидно. И давайте на чайник. Один показывает 35,5. Второй 35. Чайник закипел. Теперь мы можем сравнить два. Я не знаю, как бы поудобнее взять, чтобы было видно вам. Давайте попробуем вот так. И будем светить приблизительно в одну точку. Вот так и вот так. Совпадает. Если светить в одну точку, если немножко разные места, то есть разная температура. 93,2. 92,8. А если свернуть в одну точечку... 0,4 разница. То есть... Ну, только что как бы светил в одну точку. И было, совпадало. Все идентично. Тухнет так же быстро. Вот как бы, если кратенько все. Вот такие вот девайсы. У меня, видите, немного глянцевый. Старенький мой. Я не знаю, наверное, лет 5-7 у меня. И я убрал тоже в Китае. Но уже не помню, где. Надо поискать. Вот. А этот, который мы недавно взяли, поскольку проверенная уже фирма такая же. Бенетеч. Вот. Вот разница, как они выглядят. Этот немного 550 и немного больше. Гляднее. И он с кроны. А этот с обычных пальчиковых батареек. 3А. Вот. В принципе, у меня все. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До новых встреч. И удачных упаковок. Субтитры сделал DimaTorzok